Мама пришла к нам и говорит, что она помидоры закрывала. Мама, закрой двери, закрой там свет сильный. Сейчас слив нет, алычей нет. Окно закрыть? Двери, двери. Холодно. Я же закрываю без окна, то кладу туда алычу сливы. Сейчас еще ничего нет. Получается, когда сливы, тебе надо сразу все... Мама, убери эту масло, она меня так нервирует. Я говорю, не могу. Как с челюстью какой-то ходишь, второй. За это пошла платить, я за этот газ долбанный, за эти трубы. И как раз на Руслану попала. Я зашла, и Руслана выходит. А не поняли, что это такое? Наша раньше бывшая, она очень хорошая. Я еще говорю, ой, Русланочка, ты здесь. Иди мне, пожалуйста, объясни, потому что я к твоим девочкам подходила. Они говорят, что мы туда не посылали, не знаем как. А сейчас она пошла, посмотрела там по компьютеру. Оказывается, сегодня самчик двое платили. Тут есть самчик люди, двое платили. Да? Да, то она уже знает. Она объяснила ей расчетный счет. 7 рублей взнос, квитанция. А я разделила 200 гривен пополам. Пошли они к черту матери, я должна бежать им платить. За что платите? В другой раз еще заплачу. А потом буду по два месяца платить. Ну, у тебя же есть деньги, могла бы заплатить сразу. Зачем мне это надо? Зачем? Ну, просто тебе все равно она заплатить. Не хочу я. Почему? Очень просто. Это не ответ. Я вам, как сказали, бегом должна все выплачивать имя. Сейчас. Ну, если есть деньги, почему бы не заплатить? Не буду заплатить. Почему? Еще через полмесяца еще заплачу. Какая разница? В очереди хочется стоять. Зачем мне это надо? Я подумаешь, я и так плачу ни за что. Ни за что. Ну, почему не за что? За трубы начинают платить. Государство теперь так. Ничего. Когда будут выборы, то эти законы быстро уберут. Уберут. Как бы снова не добавили. Уберут. Уберут. Если в очереди стоять, зачем через полмесяца стоять? В очереди не было. Сейчас уже в очереди нет. Я зашла, и Руслана выходит оттуда. Оттуда. По его, и Руслана, я как раз хорошо. Никого не было. Она посмотрела эту бумажку. Говорит, да, я сейчас посмотрю. Если есть там у нас в компьютере, что за доставку надо платить. Пошла, а та, говорит, уже двое сегодня платили. Есть. Я отцела, заплатила пять минут, и все. Нет, буду спешить им. Бегом деньги туда отсылать. Не знаю, за что. Это представляешь, какая волокита? Если там дома, Надька будет платить, например, я ее попрошу. Потом должна переселать через автомат эти деньги. Это целая проблема. Зачем мне это надо? Пошла, заплатила, квитанцию дали, и все. Ты что, волосы покрасила? А? Волосы красила. Вчера. Придвинися ближе сюда для камеры. Далековато сидишь. Ближе просто сядь. Подальше, да. Я же тебе ничего не говорю. Да, а что плохо, смотри-ка, хорошо сзади. Да. Сзади все хорошо. Ага, ага, да, хорошо очень. Да. Больше басну положила. Угу. Нет. Я подихню эту дурацкую подстраиваться не собираюсь. Буду по частям платить. Все. На другой месяц еще заплачу девяносто с чем-то пять. Ну, просто если есть деньги, что бы сразу не заплатить? Я не могу понять. Причину не могу понять. Я пенсионер. Все. Ну и что, что ты пенсионер? Пенсионеры не платят сразу. Делят на несколько. И не собираюсь даже. А потом буду платить по два месяца. 27 рублей 32 копейки в месяц. Буду по два месяца. Да уж, да уж. Где уж, на уж. Ничего себе. Я и так ни за что плачу. Все закрыто, перекрыто, все пломбировано. Я не знаю вообще, за что плачу. Мам, я тебе дам этот, вот этот, для лица можешь делать токи. Что? Не надо мне ничего делать, я не буду ничего делать, отстань. Не-не, мне ничего не надо, не давай мне ничего. Нормально у меня лицо. Ну, для волос. Не хочу. Будешь сидеть и так расчесывать? Не-не-не, я это не буду сидеть и делать, нет. Дарсон Вай! Не хочу я, бери сама делай. Так я уже сделала курс. Мне это самое, у меня хорошо. Я этой травой заварила, даже и не мою. Высохла и все. И волосы не стали так сыпаться, ничего. А какие травы ты делаешь? Чабрит завариваю, чабрит завариваю, шалпы завариваю, это... Ой, боже мой, это... Мать-мальчику завариваю, и эту, как ее... Подорожник. Вот это травы заварила, взяла щетку. Там у меня есть такая щетка новая, что когда-то Артур покупал ногу. Намазала, завязала на час. Все, развязала, высохли все, даже не мою. Не-не-не, мне не надо это. А ты где эти травы берешь? В села попривозила. А ты где в селе искала травы? У меня на огороде все есть, около дома все есть. Чабрит нет, чабрит я тут ходила искала. Около поликлиники, я к идти до поликлиники, вот так между елочками, там полночек лица. Не-не, вы ж не будете делать, я шкарпиу давала. Я не буду делать, вы не будете это делать. Я не буду это делать. У вас нету терпения, а у меня есть терпение. Делай. Я ж тебе говорю, у меня так сыпались волосы пучками, вот тут прямо лысая уже была. Нет, нет, нет. Да. Сейчас пойду эти кольца возьму. Как, ты еще не пойду? А, там перерыв был. Там перерыв был, люди стояли ждали. Думаю, что я буду стоять ждать, мне туда надо, туда надо. Зашла еще ипомид взяла давление. Ты ипомид пьешь? Ипомид это мочегонный, да. Тебе врач назначила? Да, она назначила. Вровень что-то. А цинк пьешь? А? Цинк. Да, да. Говорю, Людка, покупай цинк и пей. Она говорит, а мне там с Киева сказали, зачем тебе цинк? Сейчас фруктов много. Фруктов столько цинка ты не возьмешь. Она так ее слушает. Сегодня я ей позвонила, она так ее слушает. Ту женщину, да? Мама родная. Я говорю, слушай, ты думай, что завтра, не дай бог, ты сряжешь, тебе в Киеве никто стакан воды не даст. Я говорю, что ты на ее дудку, под ее дудку, я говорю, пляшешь? Сегодня я ей прям сказала. Она, они в церковь вместе ходят? Нет, она раньше ходила. Они раньше работали в Вове, она санитарка. В Вове, там, где Вова умер, в том доме. В том доме, да, престарелом? Я говорю, купи, вот сегодня была передача про яйца. Купи яйца эти маленькие. Перепелиные. Перепелиные яйца очень хорошо пить. Очень хорошо пить перепелиные яйца. Купи, тебе ты же ничего такого... Говорит, пошла сегодня, взяла борщ где-то там в этой хате. Такой невкусный борщ. Пузатой хате она сделала. Заплатила полпорции 27 с копейкой. Ой, так дорого. Я говорю, а что ты тут не осталась? Пришла к нам обедать. Кого-нибудь. Мы ж тут все свои. Что ты туда стремишься? Ну, мама, стремиться, значит, пусть там сидит. Куда-то сунула пульт от телевизора. У нее плазменный такой. И не может найти. Я говорю, Люда, если тебя немножко ты забываешь, купи блокнот и все записывай, куда кладешь. А потом будет блокнот искать. Она все документы носит, сумка наперед себя. Тут такая тяжелая сумка. Я взяла в тот день стула подать ей. Я говорю, что тут кирпичи? Это все документы. Она все с собой носит. Завтра, если упадет, кто-то поднимет, будут все документы. И на квартиру, и на все будет. Я не знаю. Я говорю, купи перепелиные. Я один раз желания были испорчены. Я говорю, где ты брала? На базаре? На базаре, говорю, не бери. Бери специализованных магазинов, холодильники, которые стоят. Бедная женщина, боже мой, не дай бог. Еще не слушает, понимаешь? Еще упрямая такая. Ну да. Жалко. Тысячу раз сказала, что мне ничего не давай, когда я иду домой. Сварила ей полулитровую банку вареников. Звонит мне через два часа. Говорит, я уже поела. Я говорю, а ты почему упрямишься, когда я что-то даю? Не упрямься. Я не люблю такие вещи. Если я даю, я знаю, что тебя нет. Ты негде приготовить. Она же ничего не... Она говорит, меня же заливают, меня же капают все. Она же под кульком кушает все. Но эта женщина, это мамина подруга Люда, ей кажется, у нее, видимо, какие-то отклонения, что ее кто-то прыскивает ядом. И она под кульком кушает, и дома она ничего не готовит, поэтому он готовит где-то... Кушает в этих пузатых хадах, столовых и дальних. Ей кажется, что ее кто-то спрыскивает ядом. Да-да-да, и там, и здесь, везде. За низ, следят. А это уже все. Это уже все. Не знаю. Что ты сегодня ела? Что ты ела? Я что ела? Ой, утром рано сделала кофе, сыр, масло. Кстати, этот сыр, что я вот что... Это... 22,50 подешевел. Какой? Ну, вот это что я беру. Что это российский вот этот. Я не знаю, что ты берешь. 22 это. А было сколько? Ну, я же тебе... 26,90, по-моему. Наверное, срок годности кончается. Не, они периодически делают акции, чтобы привлечь людей. Ну, точно, я тебе показывала. 180 грамм, такая розовая, это самое. То я взяла. А, кстати, этот сыр очень вкусный. Очень вкусный, что ты дала. Мне не нравится такой сыр. Не-не, не бри. Это что ты мне дала. Какой? На бутерброд. Так его плавить надо. Это толстый? Плавим он. Он невкусный. Мне не нравятся такие сыры. Я сама тебе сыры буду брать. Мне не давать такие сыры. То принеси обратно. Принеси? Если ты его не кушаешь, а ты другой... Я араику дам. А, ну да. А бри ты ела? Да, да. Еще такой маленький кусочек ест. Я сейчас тебе тоже дам бри вкусный. Я отдам араику. Он придет сегодня кушать. Мне не понравится. Поэтому я это взяла. И что ты... Плавится невкусный, да? Нет, он невкусный. Не знаю, мне не понравится. Хорошо. А шла, поела это... Овсяную кашу делала эту, поела сладкую. Периодически делаю овсянку сладкую себе. Надо мне тоже овсянку купить. Я на развес беру. На развес, она самая полезная. Не шликовая. Я ее беру, варю минут 15-20 полностью так хорошо разваживаю. До слизи, да? А? Ой, что, холодно мне. Она у преподобного. На развес. Только у преподобного на развес больше нигде нету? Нет. Ты что, мам? В пакетах только. Фуршет я видела. А, фуршет, еще что? Попрос фуршет за это самое, если преподобный рядом, не? Ну, да. Хотела капусту, но такая большая капуста, ужасно. А зачем тебе капуста? Ну, салаты. Я уже лука насушила по 4,6, то есть я осенью не буду брать лук. А может дешевле будет? Нет, дешевле он не будет. Осенью дешевле не будет. А вдруг будет? Нет, нет, не будет. 4,15 куда дешевле. Хороший год. Ну, может быть, в этом году большой урожай лука, а то может быть. Это нормальная цена. То этот плотник придет в понедельник. И еще шкаф скажу, пусть сделает, а то эти створки одна на одну лезет. Да? Пусть сделает. Пойду посмотрю, что за кольца. Я уже их повешала, было белье, упало. Это гвоздь вылетел. Я уже его так сильно... А, вот эти кольца, такие крючки, наверное. Кольца, он сказал, какие-то там. А как ты будешь продавцу гладить, какие-то кольца? Да, для веревки, он сказал, для веревки. Это то, что у нас на балконе, потом пойдем посмотрим. Такой шурупчик, а от шурупчика такое кольцо идет. Может, может это, да, может, да. Там шурупы надо, да. Да. Ну, папа делал гвоздь. А, кстати, мне одна женщина написала, она не тишинская, она написала, что передайте вашей маме, я вашего папу хорошо знала. Я работала продавцом в универмаге. Он приходил, очень хороший мужчина, и все время говорил, что у него жена очень красивая и хорошая, он ее очень любит. Это не Наташа? Я не знаю, как. Наташа там есть одна, они общались, где пуговицы, нет. Нет, нет, не она. Нет? Нет, не она. Я ту Наташу знаю. Другая. Он меня везде хвалил, везде, везде. Другая женщина. Везде. Она написала мне в личных сообщениях. Он меня везде хвалил. Он говорил, такие ноги, как мои Ани, нету, ни у кого я не видел. Никогда я ни у кого не видел. Он всегда говорил. И на базаре, когда сидел, говорил, и девочки говорят, да, твоя Аня, когда идет, Люба глянет на нее, она прям походка в нее такая красивая. А коротова мне все время говорила. Когда ты идешь, ты идешь. Я всегда стою на балконе, я любуюсь своей походкой. Он меня везде хвалил, везде. Это весь базар знал тут. Весь базар. Да. Ну что? Это все, да. Что еще? Давай, да я пойду. Что? Учкино потом начнется. Когда? Я не думаю, Раид придет. Тебе что, холодно? Да. А что тебе нет? Дома прохладно. Сквозняк же будет. А у меня дома прохладно. Я хожу той ситцевой, вот этой, оранжевой. Она очень тоненькая. И что, эта нога так стала опять болеть. Одна нога? Иной раз так. Как будто я на нее спотыкаюсь вот так. А что это так? Как будто спотыкаешься? У меня варикоз уже какой, мы что-то этого. Типа дергает, да? Не, не дергает. Вот так бывает, иду и как будто бы я споткнулась. Вот так, секунда и прошло. Интересно, что это? Не знаю. Рейк очень любит. Мой хлеб. Он вчера поел. Вареники не доел. Три штуки. Я говорю, а что, ты не был такой голодный? Я шоколадки купил, поел. Я говорю, то зачем ты шоколадки покупаешь? Ты знаешь, что в обед есть ты. Он любит шоколад. Шоколад любит. А я сейчас уберусь, везде подмету. Потом вымою полы. То вы через день с Лесей работаете? Нет, просто сегодня она вышла. А Леса не может работать каждый день? А зачем мне, мамаша была, работала каждый день? Мне тоже деньги нужны. Я сама могу выезжать, чем платить. А ее так устраивает? Да. Человек тоже не может каждый день работать. Выходные нужны. Вот как раз. Она работает 4 дня в неделю, я 3. Потом наоборот сделаем. Я помидоры вленые оставила. Я там взяла немножко вот такие мятые были. И взяла вот те, что это, розовые, это было, кулечки. И это, что вы суши даете, такая узкая взяла. Достаточно. А те пусть лежат в холодильнике, используйте. Ну ладно, буду заканчивать это. Все, хорошо. Ой, ладно.